Ещё каким-то негативным высказыванием в её сторону, как герою первой позиции. Она нормально смотрится как Кэрри, просто играть нужно соответствующе. Да, ей тяжело фармить, если ты вдруг проиграл вначале, то тебе камбэкнуть потом непросто, но ей вначале надо ещё и умудриться проиграть. Скажем так, это не так такое сделать. Ну что ж, пока что от Кэрри избавляется OG, забанили всё-таки Джиггернаута. Долго, кстати, очень думали, от чего всё-таки избавиться в первую очередь. Ну а тут Crystal Maiden, пока что для Faceless. Crystal Maiden, хороший герой на самом деле, только не знаю, какого сейчас ещё Хардера захотят, ну или Хардера, или Роумера, какого захотят Faceless сейчас пикнуть, потому что тут нет Легионки, ну вот мне кажется, что Омник очень хорош. Вот CM-ка Омник, CM-ка Легионка, очень такая неприятная пара героев. Которые друг с другом так взаимодействуют. CM-ка даёт Ауру, даёт Ман Реген, и Легионочка там чаще скиллами спамит. Омник чаще хилит себя, хилит крипов, мешает твоему кэрри. Вот, и в принципе он бы мог тут появиться, потому что твёртая позиция Клокерку может быть, и третья позиция Омни Найт. И SF, наверное, от Репела никогда не откажется. Блэк, оказывается, я смотрю, тоже анимешник. Одни анимешники кругом всех подсадили, что ли? В последнее время я смотрю там у нас у Куроку весь стак, там взял себе аватарки из баскетбола Куроко. Здесь в Блэк я смотрю из волейбола аватарки. Поехали. Популяризируем в массах. Вчера я слушал Light of Heaven, я так улыбнулся, когда он сказал, что... Сейчас я постараюсь дословно. Все хейтеры аниме должны... Как преклонить колено. Преклонить колено. Или встать на колени перед анимешниками, вот как он сказал. Ну что, что-то такое. Ну Дмитрий, он любит извергать разные фразы из себя. Да, Дмитрий, он очень ярко порой высказывается, за что мы его и любим, собственно. Да, ну что ж, тролль в любом случае появляется для команды Faceless, на роль Кэри, конечно же, ну и ожидаем ответку от команды OG. Ну что ж, хороший герой, тролль Варлорд. Почему бы и нет? Нужно какого-то героя для... Для Нотейла еще забрать, это хардлейновый шейкер. Скорее всего. Ну да, особо-то ему некуда идти, по-хорошему так-то. Кроме как в оффлейн. Ну, в целом, да. Раньше шейкера любили в мид ставить, он там оберегал своего мидера фиссурой и, знаешь, мог так положить фиссуру, если враг далеко зашел, что он не может просто назад отступить. Ты перекрываешь ему выход, и твой мидер его расстреливает. Особенно популярна такая комбинация была с СФ и со снайпером. Вот тут, кстати, говорят, ну, могло бы быть нечто подобное, но, естественно, это шейкер в сложную. Он там себя будет... Я не знаю, насколько хорошо чувствует, но, наверное, все-таки такой опытный хардлейнер, как СФОР, что-то придумает и будет стараться выфармливать свой блинг. Минус Хаус Найт. Да, Хаус Найт действительно герой очень опасный и OG замечены за игрой с этим персонажем. Несколько раз они им играли. Правда, конкретно на Manila Masters они проиграли. Кажется, ту карту, где у них был Хаус Лайер. Ну, вообще, в целом, герой приятный довольно-таки именно на кэрри позицию, так что здесь неудивительно, что его забанили, сами Фейслис. Ну и последний бан для OG Dota. Что же это будет против Тим Фейслис? Все еще не хватает, я так понимаю... Клокверк, я так понимаю, скорее всего на четверточку пойдет. Сейчас, возможно, у Флайнера увидим. Я бы какого-то сильного хардера забанил, на самом деле, на месте Флая, потому что Нотейл сейчас получит кэрри. И против этого кэрри Джебс сможет сильного хардера какого-то забрать. Ну, или надо вот какого-то такого универсального кэрри забирать, который мало чего боится. К таким относятся Урса, например. Урса вообще мало чего боится на своей линии. И ни Тимбера, ни Омника, ни каких-то еще других героев. Тут Аркварден. Вот это поворот. За старое взялись OG. За старое. Но я не буду ничего говорить по поводу этого персонажа. Интересно будет он наблюдать. Ладно. Окей. Ну и ожидаем ответочку от команды Фейслис. Осталось 10 секунд. Что же это будет все-таки в Офлайн? Да. Есть время, могут подумать еще. Я вчера посмотрел видео Несса про топ-5 багов. Ну, как-то еще там какие-то 5 багов в доте. Он там рассказывал про баги, связанные с Аркварденом. То, ну, там, ну, милишник в куполе не может быть, а ранжевик, наоборот, вне купола попадает. Ну, там так хитро надо как-то их поставить. Два. Сначала поставить один клоном, потом один с собой. И там как-то это будет работать. Но Аркварден очень хорош против милишников. Точнее, наоборот. Аркварден очень хорош против ржевиков. Здесь у Фейслис мы видим Шэдоу Финд. Тролль Вардлорд. Но Тролль Вардлорд, он обычно именно милишник. Вот. И Аркварден очень боится инициаторов различных. То есть, такие герои, например, как Сларк, который на него нападает. Вот лучше всех, мне кажется, Арквардена контрит как раз вот Хаус Найт. Потому что, ну, а что вы рифтом просто вытянуть из поля или, наоборот, самому в это поле забраться. И там Арквардену уничтожать. Действительно, очень хорошо работает Хаус Найт против Арквардена. И вот, думаю, сейчас Фейслис тоже забрать. Призадумались. Все-таки Хардлайновый Клокверк. Ну, тут чего ни выбори, сложно будет. То есть, либо Клокверка в сложный отправь, либо какого-то другого героя в сложный отправляй против Нотелла. Нотелл там будет себя чувствовать весьма уверенно Аркварденом. К нему только, ну, какой-то пачкой героев надо, знаешь, приходить, чтобы его убивать постоянно. И так, скорее всего, Фейслис и буду делать. Потому что Аркварден, он поначалу очень слаб. У него нет вообще способностей, которые позволяют ему убегать. Как-то отстанется он не может. У него не так много здоровья, не так много брони. Если на него напасть, вот как раз Ничантра с двумя крипами сможет выйти. Клокверк подрубит батарейки. Там подбежит как к Арквардену замедленному. Запрет его в хоге. В таком случае Нотелл будет просто обречен. Но, естественно, у ОЖ Аркварден будет стоять не в соло. Ему будет помогать Флай на Варлоке. Ну и, возможно, периодически будет приходить Джеракс на паджике. Ну, Джеракс, я думаю, будет вездесущий, хромящий. Так что, безусловно, так оно и будет. С4, мне интересно, как отстает все-таки на оффлейне. Тут довольно-таки опасная дабла. Ну и, опять же, периодически, который Ничатрос также будет появляться там же. Я более чем уверен. То есть, интересно будет посмотреть на данное противостояние. Ну что ж, ждем, в любом случае, пока игроки разберут своих героев. Напоминаю еще раз, что мы наблюдаем за Manila Masters 2017. Второй матч сегодняшнего дня. Противостояние Faceless против ООГ. В формате ВС-103, конечно же. Счет 0-0. Мы врываемся на первую карту. Ну, конечно, без башен нельзя обойтись. Это очень важная информация. Аж 3-500. У нас у парней из команды ОГ. Ну, она там рекордсмен, я смотрю. По левелам. Ну что ж, поехали. Давайте смотреть расстановку по вардам. Полетели у нас уже расставлять ОГ. Джеракс имеет один сентряк, один обсервер. Также бежит от Faceless Japs расставлять Vision. У него, кстати, два обсервера и два сентри. Интересно, куда поставят. Ну, на Vision ставит преимущественно вард Japs. Он не блочит никакие отводы. Там Nutella как раз рисует на карте, как, возможно, пробегает сюда сейчас Клокерк или Энчантрас или еще кто-то. Ну, вынуждены, конечно, Faceless стоять сейчас на базе и набивать Коги. Они же для этого Клокерк и ССФ МТ и взяли. Поэтому активными на карте являются только два героя. Это Тролли Варлорд и Энчантрас. В такой ситуации команда может зайти на руну. То есть пока вы стоите на базе и обузите Коги, медленно, но уверенно соперник продвигается к вам на хайграунд. И как только наступает момент, что вы собираетесь забрать свою руну, вы поднимаетесь на горочку, а там вас уже встречают. И вполне вероятно, что OG сейчас так и будут делать. Правда, грамотный вард от Japs'а не должен им позволить так поступить. Но мы видим, как Блэк нагло-нагло он действует, но похоже он заметил, да? Да-да-да. Дух или не заметил? Нет, поднимается. Но тут уже далеко Аркварден и далеко Варлок, поэтому забирают руну Блэк. А с другой стороны СФО разбирает. Слушай, тут у нас интересная рокировочка. Три руна, три руна OG забирает в итоге себе баунти. По итогу. Да, я вижу то, что просто Блэк будет стоять в центре. Это меня удивило. Ага, вот оно что. Я как-то не придал этому значение изначально. Ну что ж, Блэк игрок опытный. Играет уже очень давно. Я думаю, что он прекрасно понимает, что нужно делать в центре. Правда, похоже, он сейчас отдаст КП. Да, правда, у него, похоже, проблемы там. Он сейчас все души растеряет свои. В спину заходит Джерекс, есть Рот, подходит Флай, Шадл Уорд и Брэк. Сейчас бы, вот, надо, чтобы Ана добил. Ана добивает. Да, Ана и добивает. Фердблад. СФ отправляется в таверну. Отличное начало тут же, в любом случае. Давайте на остальные лайны посмотрим. Здесь у нас пока что на боте противостояние Нотейла против Клокверка Архвардена. Ну и на топе пока что С4 против Иксуая. Пакет Лосс пишет нам Нотейл. Ну, возможно. Хотя, с другой стороны, вы же вроде бы на лане. Не должно быть. Ну, похоже, Флай не будет уходить отсюда, будет он периодически спамить Шадл Уорд в Блэка, мешать ему. Ана уже вкачал Векс через Алакрити. Будет добивать Крипчиков. Очень удобно это делать. Будучи инвокером, большой урон руками позволяет тебе перекашивать СФ. Ну, а если СФ там ошибается в позиции, ты можешь ему еще несколько тысяч играть. Смотри, как больно Блэку. Два удара дал Ана, и то без Алакрити, и Блэк уже вынужден отступить и использовать Танго. Там на боте, я смотрю, уже Совах у нас задувает потихоньку. Своя Торнадо к Нотейлу поближе. Но у Нотейла пока что только один Крип. То один на один у него примерно Крипстат. Пока что не ладится немножко. Так, на топе больно С4, кстати. И это может еще обернуться боком, но благо есть регион. Откидывается фиссура, и нужно уходить. Аркварденову тяжело там подвышкой крипов добивать, поэтому у него только два крипа добиты. Так получилось, что линия оказалась пропущена в его сторону очень сильно, и он там подвышкой пытался добить. Ладно, главные проблемки могут быть. Нет, она выживает. Нормально. Не пошел у нас нас до конца. А, у него ман не хватал на фростбарк. Тогда неудивительно. Одним нацам не обойтись. Нужна какая-то еще помощь. Ну там рядышком благо как бы был, а как раз таки подходили, и могли бы они Анну пробить там. Ну, кстати, да. У благо все-таки вторые рейсы. Да, был бы, был бы, если фростбайт, я поэтому не посмотрел сначала на ману. Там в смоках вылазка от джапса. Давайте посмотрим. Есть два крипа. Есть урса лесная, есть у нас голем. У джеркса могут быть проблемы. Залетая из танк, лэп, это только у нас хелл, медведа-демон-крушитель, челл-медведа-свин, погоня за джерксом. Джеркс зинается. В это время умирает все-таки на топе С4. Да, но умирает не просто так. Мы видим то, что у тролля-варлорда уже нет регена. Он потратил последнее танго, и теперь шейкеру будет чуть-чуть попроще вносить дисбаланс в этой линии. Он будет давать фиссуры, пытаться тролля как-то размять, и как только тролль потеряет там часть здоровья, будет бояться он выходить дальше на линию фармить крипов, потому что может какой-то паджик прийти, и вдвоем они с шейкером тебя убьют. А у С4, кстати говоря, скоро шрайн появится через полторы минуты. Он может себе позволить тут потратить ману, потратить здоровье. На него скоро уже и будет зоу ринг. Так-то тоже по мане вообще у него проблем не должно быть. Джабс продолжает свое шествие по чужому лесу. У него там целая армия идет, в очередной раз он встречает джеркса. Пошел големчик, здесь тролль-сеточник, если что. Нужно, наверное, уходить, потому что там уже Ана подходит. Ну, Джеркс хочет хотя бы хоть что-то здесь забрать, и в итоге ничего, в итоге не забирает. Джабс еще там заденайл. Неплохо. Ни копеечки XP не дает. В миде, боже, как больно Блэку подолакрить. Я вот сейчас увидел этот момент, когда просто подходит Ана и дает тычку по Блэку. Там невероятное количество урона залетает, конечно. ХП улетает моментально. Скоро у Ана пятый уровень, у него экзорт будет еще и в тройку, а не в двойку. Урона будет еще больше, поэтому Блэку нужно быть осторожным. Джеркс подходит в центр, хук первого уровня. Ставится в центре вард. Натс все это прекрасно видит. Ой-ой-ой, попал по Натсу. Натс, фростбайт, начинает фоксить Ану. Ана на развороте кидает коллснэп, уходит в гостволк. Неплохо, Ана пока что живет. Промазал Блэк последним рейзом. И в итоге обошлось без жертв. Да, очень странно, что Натс так получил хук. Мне казалось, что все, он уже должен умирать, но дэмэджа все-таки не хватило. Да и Enchantress тоже очень вовремя оказалась поблизости. Не дала в обиду Crystal Maiden вместе с Сэфом. Хороший скан был в лес, проюзан. Выходит у нас Джерекс, очередной раз на Адза. Вот в этот раз, скорее всего, у нас не уйдет. Может попытаться задинается, но не удается. В итоге фраг достается у нас Пуджу. Здесь у нас Големы. Джерекс. А у Джерекса ТП нету. Можно попытаться подловить. Окружают его Големы тут с двух сторон. Погоня за Пуджом в лесу. Джабс. Еще один стан сверху. А Големчик там второго кулдаун. Подходит еще XY. Топорики. И Джерекс, может быть, задинается. Нет, увы, не удается Пуджу сделать дина. И еще становится 2-2. А, в итоге тролли не зря сместился со средней. Пропустил парочку крипов, но получил деньги за этот фраг. У Шейкера, кстати, топовый крип стат сейчас на карте 27 на 5. Хоть и Сфор умирал. Неудивительно, да. Так оно и есть. Интересный момент. Ну и Сфор очень красиво играет. Сложные линии. Можно учиться этому искусству у Густава. По его реплеям очень долго и тщательно. Он действительно крайне опытный игрок. Тут ICS подходит на Клокерке. На Баунтиру. О, попадают по Джабсу! Как его вытащил Джерекс сейчас! Джабсу очень больно, фиссура и еще один фраг в копилку команды OG. Там, конечно, я понимаю, что был Вижен, но все равно на максимальный рейндж, по-моему, залетел сейчас Хук. Кончиком подцепил. Ну что ж, неплохо, неплохо. 3-2 счет. Но пока все еще преимущество по голде. Не такое большое, то есть там в районе 600 всего лишь. Ну тоже 1000. Потихонечку растет. На топе, я смотрю, прожал ультимативно у нас XY, начинает активно пушить Т1, рядышком находится НАЦ. К сожалению, С4 одному сложно тут как-то противостоять этому. Единственное, что он сможет это откинуться там, фиссуринг какой-нибудь. Но, кстати, у него раскачка вот именно вот через Афтершок максимальный. Ну, чтобы попроще было фармить. Я говорю, неудивительно, что у него Крипстат такой, как бы, один из лучших на карте. Маны на фиссуру требуется много. И даже с Сол Ригом ты постоянно фиссурой спамить не будешь, чтобы фармить Крипчиков. А вот зато через Тотем и Афтершок ты легко фармишь. Тем более против Тролля, который, ну, старается по возможности фармить в милишной форме. Можно Шейкером играть вот как раз через Афтершок. Там Арквартелл умирает. Да, на развороте не получилось забрать в итоге у нас Клокверка. Но тут есть, конечно, ВСП от Джапса. Клокверк выживает. Да, похоже, придется позаботиться о покупке форс-стафов игрока МОЛДЖИ. У Нутейла по фарму все печально. Я смотрю на Нетворса. У него Нетворса равен С4 примерно. Несмотря на то, что он вроде бы майн-кэрри, по идее, должен быть командой. Это немножко странно. Да ладно, там на топе, я смотрю, подошли к СВ уже вплотную. С4 на пару с Флайем. Но что вы будете делать? Тролль просто с аренжа стоит и ласкидит Крипов. Можно попробовать закинуть фиссуру, но тролль держит хорошую позиционку. Вот пошла фиссура в итоге от С4. Выход у нас на XY. Можно давать от ЭМах, от СЛЭМ, с АТРАЙК сразу сверху летит. Это фраг для Ана и отличный выход от OG. Прекрасная реализованная комбинация от OG. Фраг еще достается Ана, которому как можно скорее нужно выфармить мидасик. Он покупал второй 0 талисман для того, чтобы чуть попроще было ласкидить, чуть побольше у него было статов. Мутейло проблемки. Прошли, что переберет. Там смоки и тролль-сеточник есть. Нужно быть мутейло поаккуратнее. Там уже в смоках вылазка. В итоге нет. Все-таки, слушай, решает мид выйти. Потому что в миде агрессия, ответная на Блэка, там уже копии. Клон Арквардена приходит. Правда, хукшот не попадает ICSI в Ана. Наверняка ему хотелось поймать хуком именно его. Потому что фраг на инвокере он дороже, чем фраг на Пуджеда. И была бы возможность сбить тайминги мидаса у Ана. Но не получилось, к сожалению, для хардлейнера команды Фейслос. Ну, не самый удачный. Размен поменяли. Пуджана и СФ еще и сместились, еще не загангли Нотейла. Нотейл должен понимать, что происходит. Мы видим то, что вижена у него особо-то и нет. Там стоит вард на руне, но он им очень мало информации дает. То есть он там видит, как игроки команды Фейслос бегают по лесу. Но ему тяжело оценить. Для того, чтобы точно можно было понять, как много игроков Фейслос в боте, желательно, конечно, иметь какой-то вот вард здесь, чтобы видеть телепорты, видеть... На топе. На топе сейчас будут проблемки у Блэка. Блэк, конечно, агрессирует. Я все понимаю, но сюда уйдет уже у нас Джерекс. Санстрайк. Хух! Хороший! Залетает по Джабсу. Еще и Джабс, наверное, отправится. Минус два от ОДЖИ. Отлично сыграно. Отличная игра Джерекса. Да, этот парень умеет на любых ромберах играть. Не кажется, ему вообще кого-то не дают. Да, я ритет сейчас выбрал. Опять же, прям увидел, что делается телепортация. Сразу закинул хук. Понимал, что и так заберут нас без проблем у нас Блэка. Ну, а в это время хотя бы Т-1 на боте забирает нас Фейслос. Ну и скоро, кстати, Владмирс появится у тролля. Книжечка появляется у Паджика. Сейчас он притащит ее себе курьером, получит шестой уровень. Клокверк находит хосту. Что-то он сможет с этой хостой сделать. Если бы он нашел... Ну, Тейлу может. Почему? В теории, да. Там не такое огромное количество хп, но Тейлу уже далековато. А вот, например, в лесу по Цепетяну, как вариант. Ну, похоже, все, погибает у нас Клокверк. Сейчас он тут должен встретиться с... Ну, нет, 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 слушай, он выбирает совсем другое направление. Не пошли. Да. Не пошли просто Джеракс вместе с С-Фору на встречу с Клокверку. Сейчас Хвай заберут, Хвай заберут, Хвай. Проблемы могли быть. Ну, тут крипы, крипы не вовремя. Тут в чем была идея Фиссура. Застаняли Хвай, должен быть Хук и Санстрайм. Да, я понял. Да, но крипы стали прямо перед лицом Джеракса. И он там пытался выбрать нужную линию, нужную позицию для того, чтобы атаковать Хуком, но не успел. Вышел из стана Тролл Варлорда и стало уже слишком поздно. Но Тейл отсылает иллюзию в центр. Помогает немножечко Ана тут добивать крипов. Возможно, сейчас надамажит достаточно хорошо Катапульту. Да, действительно, так и есть. Командная работа, друзья. Да, да. Ну что, Мидасик уже готовый лететь для Анны. Отступают пока что Фейслис. Также для Нотейлы Мидасик уже готовый имеется. Или нет? Слушай, ну у Анны было только что, я смотрел огромное количество денег. По идее, должен лететь Мидас. Где у нас Курьер? Да, летит Курьеру. В Курьере лежит уже рецепт на Мидас. Также появляется Мидас у Нотейла. И мы понимаем, что сейчас начнется активная стадия фарма у команды OG. С другой стороны, они могут спокойно АФК фармить. Опять же, Нотейл за счет своего клона может там бегать как-то, драться и так далее. Участвовать там в чем-то. В командных действиях АА. Анны за счет санстрайков тоже вносить огромное количество урона в замес, если что. И так же где-нибудь попутно подфармливать. Сразу далее будет появляться Аганим у нас у инвокера. Здесь все по стандарту. Что здесь у команды Фейслис? Возможно, сейчас будут смоки какие-то или нет? Да. Разбиваются смоки. Отправляются они в атаку, в сторону топа. Возможно, сейчас попробуют подцепить кого-то здесь. Но там только один Флай. Но у Флай, кстати, имеется голем, если что. Да, с големом шутки плохи. Но начальность Тадигра он очень больно бьет. Ставится хороший вард. Сюда летит. Но Тейл хукшот залетает по С4. Коги пошли. С4 отрезан от своей команды. Скорее всего, здесь его ничего не спасет. С4 должен погибать, по идее. В погоне продолжается за Флай. Флай просто пытается сделать телепорт. А Баш не прокает, к сожалению. Да. Увы. В это время в миде Блэка нашли. Джеракс попадает куском. Здесь есть измембер. И без шансов, конечно, для СФ и СФ Таверна. Да, удобно, конечно, играть на инвокере, когда у тебя такой прекрасный роумер. Когда у тебя такой прекрасный роумер. Он ходит, создает пространство. Но Тейла проблема, да, есть еще и Новый Год. Ничего не пожалели. Забирают еще и клона. Натс очень битый. А она, может быть, заберет. Забирают. Здесь, кстати, С4. С4 ворвался, дал прокаст. А она в итоге погибает. Нет, нет, не погибает ни. Она погибает Натс. Но Джабс убегает отсюда. Но погоня продолжается за Клокверком. Клокверк уже практически фуловый. Наверное, не удастся его забрать. И на этом здесь все закончится. Как-то так. Да, что-то пока не идет игра у Натейла. У него отвратительный Нетворс, на самом деле, на 13-й минуте. Но он, конечно, справится с этим. У него медасик все-таки есть. Он с клоном Блекко набирает золото. Так, Джеракс. Что-то у нас... Кентавр не дает жития. Что это? Кентавр не дает забрать. Он Джеракс думал, что прикрывает он телом. Ну, да-да-да. Ну, типа, что тут кто-то выйдет, и кентавр тут стоит. Я понял. Я говорю, жития не дает Джераксу. Бегает за ним везде кентавр. Как бы, я в этом плане не могу видов. Там у нас в очередной раз Клокверк улетает. Стоп, он понимает, что опасно. А, похоже, OG собирается забирать Т1. Подходит Джеракс. Есть у него мана на Хук. Хук уже четвертого левела. Вот он, Клокверк. Клокверк очень неприятно. Хук! И езжет. До свидания, Клокверк. Кто-то сюда летел, отменял ТП, не успел увидеть, к сожалению. Ну, и, скорее всего, Т1 у команды Фейслист сейчас тоже на топе упадет. В это время на миде активная стадия пуша. Там дабл дэмэдж имеется у Блэка, и это опасно. У СФ с руки огромное количество урона. Но пока почему-то решили отступить. Да, на Т2 решили ребята не идти, опасаются, что портанется какой-нибудь Аркварден на спаме, там, Спарк в рейсов, и вы просто не убежите никуда, там, к МЦМ, как поймает съезд двух вот этих вот, не знаю, духов или как их. Что это такое, наверное, духи. Ты про кого? Про Аркварден и его Спарк в рейс. Больше похоже на какой-то дух, чем... Ну, мне кажется, да, больше похоже на духов, знаешь, которых вызывает Death Profit. Что-то есть общее. Да, чем-то даже моделька похожа, там есть такой скин, который меняет на похожих тоже юнитов. Мне кажется, что-то общее. Ну, наверное, правильно духов назвать. Надо выписать, на самом деле, посмотреть, что это такое. Призывает предыдущую искру, которая медленно материализуется и содержит, и сторожит выделенную область. Значит, искра какая-то. Да, тяжело судить. Да, по описанию. Но вот Спарк в рейсов, кстати, Аркварден тут очень много наспамил, рядом с Баунти Руной. Неосторожный игрок, который... Хукшот в миде влетает на плайо, и Хукшот, ну, ответный хук, точнее, попадает от Джерекса. Отлично, Санстрайк мимо. Могут быть проблемы у Клокверка, есть полдснэп. И Клокверк выживает в итоге. Нужно теперь в Джерекса уходить. Фиссура залетает от С4 неплохая. Погибает Клокверк. Не пожалели даже Эхо Слэм. В итоге вторым хуком Джерекс промахивается. А вот С4, возможно, не уйдет. Накидывает там джаб с неплохо импетусами. Счетной птички буквально не хватает. Пошел купол у нас от Нотейла. С4 пока что живет, но погибает в итоге. Хук в очередной раз попадает по Блэку. И в этот раз можно забирать Блэка. Блэк должен погибать. Блэк Таверна. Ну и в итоге получается 2 в 3 у нас размен. Можно было бы, кстати, не тратить Эхо Слэм на Клокверка. Он там погибал. Там вернулся, кстати, Флай. И сейчас Натс заберут, наверное. Натс под Шадлулоган. Да, Натсу никуда не уйти отсюда. Летит Санстрайк, который не попадает. Пока что живет. Слушай, правда живет. А Аркварден решил отступить. А у него маны нет. Да, я честно говоря... Дотянется? Дотянется, не дотянется. Нет, нет, нет. Все, он умер, он умер, он умер. А, там Шрайн использует. Я говорю, да, до Шрайна бежал он. Я говорю, дотянется или нет. То есть, буквально доли секунды не хватило. Если бы он чуть дольше шел бы, то умер бы. Атак выживает. Ладно, Джеракс в это время уже на топе. Готов хукать в очередной раз. Давайте посмотрим, удастся ли кого-то найти. Например, Джабса подцепить. Пока что ждет Джеракс. СП скоро себе соберет уже Shadow Blade. Что там у XY, XY дальше себе собирает Сью по стандарту уже. Качество для троллей. А что там у С4? У С4 скоро блинк даггер появится. Это уже хорошо. Да, неудивительно, что у С4 такой быстрый блинк появляется на 17 минуте. Все-таки он хорошо отстоял сложный. Игра достаточно хаотичная. Падают вышки, умирают герои. Он часто ассистит. Часто помогает своими фиссурами. И периодически подфармливает через Aftershock и Solar Ring нейтральных крипов, да и лайновых крипов тоже. Мы видим, насколько удобно С4 добивать огромную пачку. То есть, он дал фиссуру, дал тотем. Парочку ударов и все. Всех четырех крипов он добивает. Вот он блинк у Шейкера. 18 минута. Ну да, теперь можно врываться. Давать свои прокасты. Это очень опасно. Ну что ж, продолжается игра. Что, кстати, по XP мне интересно. По XP тоже все довольно-таки ровно. Так же, как и по голде. Нет прям явного доминирования какого-то пока что. Не у одной команды. Все это отыгрываем. За одну игру. За одну драку только неудачно. Так что нельзя сказать, что одна команда прям доминирует над другой. Инвокер очень хорошо качается. 15 уровень уже имеет двойные форжи. Квас даже в тройку выкачал. А она. Ну, обычно квас больше чем в 2 качать не нужно. Но если ты берешь форжей на 15 уровне, то все-таки вот лучше квас подкачать. Ну, потому что они очень мало действуют, эти форжи. Ими особо не посплитпушишь. Особо не поразводишь соперник. Они очень быстро исчезают. Постоянно их вызывать тоже не станешь. Мана все-таки нужна инвокеру. Так, С4. Побежал за Натсом. В итоге не стал давать фиссуру. Натс уже был далековато немного. Что там у Нотейла? Нотейл продолжает фармить. Есть у Меллстром. Ну, на этом пока что все. Далее будет себе оформливать Травела. В это время Клокверк. Тут у нас сплитпушит. Скоро появится, кстати, Блэйдмейл. Ему уже хватает денежек. Осталось донести себе Бротсворд. Он может купить его в боковой лавке. Ну да, или так. Или так, действительно. Ну, незачем лишний раз использовать Курьера, когда ты можешь воспользоваться услугами в боковой лавке. Нисколько не против этого, так что я только за. Ну что, готов, кстати, подраться. Я так понимаю, Клокверк сейчас с Блэйдмейлом. Хотя, вдвоем против вторых не самая лучшая идея, наверное, выходить. И проще отступить. Хотя вот на перетяжке можно Флай найти. Например, Флай тут стоит. Путшот. Врывается в него Клокверк. Закрывает клубы. Выходим на один. Давай пообщаемся. Есть Блэйдмейл. Фиссуру тоже есть. Санстрайк летит. В итоге очень больно Клокверку, но это один в один. Но не похоже на выгодный размин для Фейслес. Безусловно. Вот как нагло действует Фейслес. Находят дабл-тэммэдж. Сейчас Блэк отправляется в Рошпит. Не хватает какой-нибудь медалечки, знаешь, на Рошана, чтобы побыстрее забирать его. Да. И в итоге понимает, что опасно-опасно стоять у Рошана, потому что уже подходит себе Джерек, спалился на крифах. И в итоге Фейслес отступает пока что. Да. Особенно против Пуджани очень хочется так нагло действовать, потому что он может выхукать из Рошпита одного из ваших героев и быстро его уничтожить. Вы уже будете в меньшинстве. И тогда драться будет очень-очень тяжело. Кристалл Мэйден 10 уровень. Берет талант на дэмэдж, чтобы чуть попроще было фармить. Нет, там не особо много выбор, как бы, что брать из этого. Нет, ну... Макс, сопротивление магии такой. Макрезист. Ну да, все-таки фармить надо на ЦМке. Хорошие артефакты можно купить. Там 15% макрезист. Отправляется у нас OG в сторону топа. Возможно, сейчас найдут как вариант XY, который фармит лес, в теории. Но пока что ждут, возможно, кто-то появится на лайне. Расставляет попутно, вижу, у нас флай. И давайте смотреть. Тролль забирает пачку крипов. Скорее всего, сейчас уйдет. Его здесь уже не найдут, это точно. И, похоже, дефать никто не собирается. Вот сейчас покажется Ана на лайне. Возможно, на него как-то забайтят. Но нет. Возможно, Ана тут отдадут линию. Фейслес должны понимать то, что в топе Ана не один. Там несколько игроков OG. Возможно, они там всех пятером. Ну, кто знает. То есть, они там могут прятаться. В лесу. Но Тейл своим клоном отпушивает мид. И Фейслес решили не отправляться в топ, не защищать свою вышку. Потому что это слишком опасно. Предполагаю, OG, что могут Рошана забирать сейчас Фейслес. Спамят там с парка в рейс. Но никого не видят, никого не находят. Поэтому OG делают соответствующие выводы. Ну вот, забрали Т2-вышечку в топе. Очень приятно. По-прежнему Рошан стоит. И ни одна из команд не торопится его забирать. Вот здесь, я смотрю, появился Нотейл. Есть ракетка от Клокверка. Прекрасно понимает у нас Фейслес, что OG сейчас активно забирают Рошана. Драться, похоже, они за него не собираются. Потому что в это время забирает XY здесь у нас Т2 на боте. Т2 падает. Глиф был прожат. И что, не успевать ни в коем случае сюда сейчас у нас Фейслес. Чтобы подраться за этого Рошана. И, скорее всего, Рошана сейчас OG заберут без проблем. Заходят на хайграунд Фейслес. Хотя Клокверк хочет ворваться. Слушай, он врубает батарейки, врывается. Попробует застилить Рошана. Есть ветра. В итоге забирает Нотейл себе Аегис. Рошана также забирает нас в итоге Силы Света. Выбили Аегис сразу. Это уже хорошо. Хубшот залетает от Джерекса. Забирает Клокверка. Но это минус Аегис у команды OG. Да, и Фейслес могли бы там на самом деле подраться, если показались там всей своей командой. И чуть-чуть чуточку пораньше, знаешь, буквально. Да, вот они приняли решение зайти на хайграунд. Немножечко погрыз Т-3 вышку. Да, они сняли половину здоровья Т-3 таверу на боте. Ребятам из OG. Но это, честно говоря, так себе размин, как мне кажется. Продолжают очень сильно фармить Ана. Продолжают очень сильно фармить Аркварден. 14 уровень. Трава лама. Шторм сейчас уже будет Мьелнеру Нотейла. Он никого не боится. Может соло убить ЦМку. Может соло убить, наверное, даже... ССФа, который... А, ССФ решил не Лотара покупать, а... Проблема в Наци. Наци погибает просто. Не ощутили его. Продолжается погоня. Подцепили Блэка. Блэк! Есть в него БКБшка. Пока что не прожимает. Он без маны. Выталкивают его. Блэк пока что живет. Есть прокаст Атаны. На развороте БКБ прожимает Блэк. Пошел здесь также к своей БКБшке. Здесь Нотейл своей копией. Ну и БКБ можно переждать. И уходить вам, наверное, лучше. Да. Наступает пока что ОГИ. Ну ладно, неплохо получилось. Два Блэкинг Бары нажали, игроки Фейслесс. Как только эти Блэкинг Бары станут 5-секундными, им станет невероятно тяжело играть против Инвокера. ОГИ. Съел, наверное, неправильно. Изучил. Изучил. Прочитал, да. Прочитал, да. Странно, что он исчезает после этого. Почему нельзя дать почитать другу, например. Нет, это, наверное, значит, как книгу прочитал, а ты ему потом пересказал. Чтобы он впитал знания. Так, у нас хук. Мимо. Но Клокверка, скорее всего, не отпустит. Клокверк. Есть Блэк Мэйл. Живет пока что. Санстрайк. Выходит из Санстрайка Клокверк. Очень больно ему, но выживает в итоге буквально. А, Спарк Фрейс еще один летит. Все-таки выживает. Айс, айс, айс. На 120 хп. Выжил в итоге. Так, Натс. Здесь на боте фармит нас xy. В миде находится Нотейл. Что там у нас на боте? На боте у нас Анна на пару с влайм. Сейчас будут забирать, скорее всего, один на боте. Тавр очень битый. Не похоже, что кто-то будет и в дефте. Хотя выходит нас xy. Ну, прям на Торнадо вышел. Есть у нас геймп. Ну и без мана в итоге тролль. Смок использует фейслесс. Удастся ли им тут кого-то найти пока? Ну, например, можно С4 найти. И прекрасно вы видите Кокерк. Врывается сразу. Есть Коги, есть батарейки. Выталкивает себя С4. За ним погоня продолжается. С4 пока что живет. Но тут, конечно, против трех игроков сложно. На развороте. Хулком попадает. Джеракс неплохо. Джабса проблемки. Джабс должен умирать. Големы пошли. Очень больно на Цу. У нас тоже в таверну. И, скорее всего, Клокверк тоже погибает. Отличный минус 3 на развороте от команды OG. Трипл килл делает Анна. Все просто прекрасно для них сейчас складывается. А у СФа появляется Шадоу Блэйд. Ну, такое себе удовольствие. Ну, хотя бы хоть что-то с другой стороны. Анна уже 15-тысячный Творца. Дальше себе будет собирать Акта Ринкор. У Линку, видимо, сначала делал. Сначала, да, Линку. Я просто смотрю, у нее сразу знаешь все в крикбайе. Да, сначала Линка. Она решил не мелочиться. Она сразу же распланировала себе игру на 15 минут вперед. Да, Линка на инвокере. Очень полезный. Может быть. Хоть какой-то эскейп нужно. Либо БКБ, либо Линку. Ну, Шио, наверное, еще не помешает Ана Куки. Вот после Акта Ринкора как раз 20-й уровень. Джабс, эй. Буквально, буквально миллиметра не хватило Джерексу, чтобы попасть хуком сейчас. И, ай, как же он развел сейчас. Не повезло тут, да, Сайс, Сайсу. Промазал он своим хуком. Да, хуки летят у нас криво пока. Ну, как? Это только в этом моменте. На самом-то деле Джерекс круто попадает. Я поспешил, поспешил с выводами, если честно. Просто в таком моменте. Пуч промазал хуком. Там мог бы быть фраг. Прилетел бы наверняка Санстрайк на помощь к Джерексу. Но раз Джерекс хуком промазал, вынужден он был делать капауту. Треснейшая руна сейчас у С4 активирована. И у него есть фулл прокаст. Он сейчас может спалить смоки. Которых пока что не было. Или были, я не обратил внимания. Нет, наверное, не было, не разбивали. Но, в любом случае, С4 дал позиционку по оппоненту. И сейчас будет готов врываться. Подходит Джабс. Здесь начинает уже разминать Клокверка вовсю. Клокверк. Готов врываться. А где С4? Вот она, фиссура. Минус Клокверк, скорее всего. Санстрайки есть. Погибает Клокверк. Отлично. Первый минус. Продолжается в погоне почему-то от Фейслис. Очень уверенная по Нотейлу. И очень далеко на всю находится XY. Получает дизмембер. Там Блэк идет. Блэк тоже очень далеко находится. Джерекса начинает фокусить. Джерекс башек прокает. Джерекс погибает. Не по таймингу. Немножко закинул на Сана свою торнадо. Но, в итоге, погибает также XY. Это два в один размен. И, наверное, теперь Фейслис нужно уходить. А, надо догонять? А Натса, например, найти как вариант. Нет, да. Натса находит. Кул снэп он получает в лицо. Погибает на СМК. Это третий фраг для команды OG. И нужно бежать теперь Блэку на пару с Джабсом отсюда со всех ног. Потому что, да, действительно, могут и нагнать. Да, ну вот, в этой игре неплохо поромил Джерекс. Помогал Анна делать фраги с анстрайками. Мы видим то, что у инвокера 11.06 статистика. И абсолютно все шансы сейчас OG выиграть на первой карте. Потому что, когда у инвокера настолько много фарма, с ним справиться чертовски сложно. Так, там у нас в инвизе Блэк. Так, Блэк готов раскастовать ульту. Но Анна не подставляется. Ни в коем разе. Группируется у нас OG. Что у них вообще по ключевым? Да, там големы все еще имеются, если что, у Варлока. Правда, у Теха Слама, конечно, нет у С4. Но, с другой стороны, можно дать просто фиссуру и зайти там запрыгнуть как-то с тотема. Через авторшок тоже, да, может, неплохо. Главное, что големчики есть и есть бонцы. Но пока не торопится, что по Рошану. Скоро узнаем, через сколько очередной появится. Буквально через несколько минут. Очень грустно будет игрокам Фейслос, когда появятся орки, то Арквардена. Еще один Форстап сейчас появится у команды OG в миде. По крипам раскаст, неплохо. Хотят заставить Блэка влажать БКБ. У Блэка, кстати, Форстапа нет пока. У него есть Дрэгон Лэнс, но пики нет там. В это время, да, отличная реализация очередного хука от Джеркса. Джеркса проблемы. Джеркса, скорее всего, здесь ничто не спасет. Хотя С4 дает фиссуру, но Джеркс в итоге погибает. Ну, Джеркс свою задачу выполнил. Но хукнул и убил Кристалл. Ой, проблемы, проблемы, Иксвай. Иксвай, проблемы. Нужно прожимать БКБ. Иксвай пока что живет на развороте. И бьет копию в итоге Ноутейла. Прожимает только сейчас БКБ у нас тролль. Уходит Ана в инвиз. Это только копия Ноутейла погибает. А вот он, оригинал. Раскастовался Блэк. Неплохо БКБ также прожал. Очень больно Джабсу. Големы на развороте пошли. Блэк пока что в БКБ. С4 готов врываться, если что. У него маны не так много. Есть 17 стиков. Нужно прожимать. И вот он на ХСЛМ. Минус Блэк. Скорее всего Клокверк погибнет. Заберет с собой С4. Да, С4 погибает. Клокверк выживает до сих пор. Воу. Вытолкал себя. Это еще не все. Новый год оценки. Неплохой, между прочим. Она очень битой. Нужно бежать. Они отсюда забирают у нас здесь Клокверка. Вернулся Ноутейл. Джабса тоже могут быть проблемы. Погибает также еще и Натс. Ну и Джабса, возможно, тоже не отпустят. НоТейл тут один против... Против всей команды. Но подходит Ана. Помогает Метеоритом. Убивают роль Варлорда. Пытаются забрать еще и Джабса. Работает Untouchable. Но через Алакрити очень далеко. Она пробивает вместе с Натейлом. Да, это минус 5. The whole dead. Спамят Натейл. Так и есть. Вот так вот. Действительно, все игроки команды Фейслос Мертвы. Ну, на самом деле, если посмотреть по количеству урона, Натейл там прилично дамажил так-то. Вот они, Анна и Оно, они вдвоем топовый урон несли. Да, из-за того, что у Натейла есть Травала, он может с безопасного расстояния помогать своей команде. Он вызывает Tempest Double, использует Травала. Прилетает Аркварден на, допустим, Форжей Ана. И помогает вот, атакуя соперника с Мьелнером. Действительно, очень неплохая, как получается, комбинация. Джеракс тоже выискивает фраги, 15 уровень у Паджика. Взят талант на армор, его теперь чуть сложнее пробить. Хукает Блэка. Блэк использует Shadow Blade. Здесь ответный хук от Ice Ice Ice. Асан Страйк пролетит мимо. Неплохой форстаф по Джераксу от S4. Спасает он своего тиммейта. Здесь Джабс. Получает он сейчас урну от... Джеракс себя готов продавать. Напоследок хукнул еще разочек. Ну, Джеракс тут пытается... Пытается создать пространство, да. Вот вроде бы уже 32-я минута, и вроде бы все уже имеют фарм. Но надо заставить эсэфа и тролль варлорда использовать Блэкинг Бары еще несколько раз. Тогда они будут очень короткими в драке. И это на руку инвокеру, который вот-вот уже сфармит актеринкор. А, нет, подожди. У него уже есть актеринкор. Да, у него уже есть, да. Можно купить его прямо вот в секрет-шопе врага. Так оно и есть. Ну что ж, в это время упал в итоге Т2 на боте у команды Фейслис. Это был последний внешний тавер. Теперь, наверное, только на хаграун. Трошан готов отдавать свой сыр Аегис. Уже стоит. Вопрос только в том, кто первым пойдет. Здесь Ана продолжает развлекать своих оппонентов. Дает раскасты. Отлично дает. Нация забирает. Торнадо и Санстрайк. Интересно, что же все-таки прокачает на 25-м уровне Ана? Как правило, берут именно Торнадо. Но когда у соперника большое количество ДПСеров, которые бьют именно руками, можно взять, например, Ауэ Дефень Бласт. Это тоже будет неплохим выбором. Плюс проще урон наносить. Такой раскачанный инвокер, он может купить быстрый рефрешер. И двумя бластами попасть по пятерым игрокам. Бласт все-таки много урона. И врывается Клокверк в очередной раз. Не удается своровать ему Аегис. И, скорее всего, сейчас погибнет. Отличная попытка, но не в этот раз. Ну что ж, Клокверк в таверну. На топ сразу улетает, но Тейл своей копией не успевает там раскастоваться. Нормально. Там, кстати, дабл-дамаж лежит еще на топе. Нужно забрать кому-нибудь. Например, Анне. Но она в это время находится на другой стороне карты. И себе заберет на Тейл. Да, Анна поймал волну. 25-й уровень, качал все-таки Торнадо. Ну и правильно, на самом деле. Торнадо очень крутой. На верочку более. Так, санстрайком мимо там закинул Анна. Готов кукать Джерекс. Джерекс пока что пристреливается, примечается. Наш прицеливается, так скажем. Чтобы закинуть. Нормально. Ну вот показывают все-таки АОДЖИ, что паджиком-то можно выигрывать. Его многие игнорируют как роумера. Иногда даже начинают какую-то просто уже ерунду придумывать на ровом позицию. Знаешь, когда там забанят, например, Ир Спирита Кунку, Сент Кинг, Клокер. Как это все эти герои находятся в бане. Уже некого брать на ровом позицию. Нет, сталкера может очень кто-то забанят. И начинаются какие-то непонятные пики. Блэк очень неплохо так пробили. Санстрайк очередной мимо. В это время С4 на пару с Нотейлом бегали по вардам. Прекрасно знали, где они находятся. Ничего не боялись Фейслис. Но в любом случае Фейслис сейчас заперто у себя на базе. Потому что они на лоу-граундс сойти не могут. Никак. Да, особенно круто вот еще по поводу Паджика. Пару слов. Паджик смотрится с инвокером в пике. Очень много пространства он создает своими куками. Нотейл. Иллюзии пошел. Врывается. Саленс накинул на наца. Там есть глимер. Нотейл. На XY. XY тоже очень больно. Так. Хукшот на развороте. Врывается на Нотейл. Это уже оригинал. Есть форстаф. Нотейл. Погоня за ним. Еще один форстаф. Саленс накидывает на Клокверка. В это время нас на боте сплитпушит Анна. Анна забрала GT3. Ломает бараки в это время. Если что. Пока там Нотейл развлекается с командой Фейслис. Бараки упали. Анна ушел. В миде. Агрессия на Блэка. Блэка БКБ. Две секунды. Через две секунды будет БКБ. Накинули на него глимер. За счет этого Блэк выживает. На развороте. Наца могли быть проблемы. Но там пельмеш немножко далековато покатился. Слишком медленно точнее. Не удалось подцепить наца. Но в любом случае минус половина бота уже в пользу команды OG. Осталось добрать барак возможно как-то. Но барак уже на половину битой. Но самое главное что все таки она забрал барак который не регенится. Да уж дождутся наверное Нотейла и попытается еще раз атаковать своего соперника две минуты. Я уже все сорян. Моя вина. Да в целом это не важно. То есть OG очень сильно прессует. Какой бы там барак она не забрала то все равно было бы большим плюсом. Для... Дальше я смотрю у С4 огромное количество денег на руках. Хочет Хекс себе сразу приобрести. Она продолжает развлекаться. Сплит пушить по всем лайнам. Вот он Шевос Гвард появляется. В это время агрессия на Джерекса. У Джерекса проблемы. Джерекс погибает. Подцепили Блэка. Блэк что по БКБ. У Блэка БКБшка есть. Он ее не жмет. Врывается Клокверк неплохо на Анну. А дальше продолжение будет ли? Анна. Есть Шевос Гвард. Анна пока что живет. Врывается XY. Есть Форстаф и есть Просветка. Анну заталкивает на лоу граунд. А здесь уже и Джабс расстреливает импетусами. У Анны могут быть проблемы. Пошло очередное. Торнадо аж по двоим попадает еще. И Фиссуры откидывается С4. И Анну никак не взять просто. Ну слишком много у него здоровья. И еще и Шива доехал. Еще и сейчас Блэка можно развести на БКБ. Стеночку если поставить. Да, даже без БКБ обошлось. У Джабса еще могут быть проблемы. Запрыгивает Анна. Здравствуй Джабс. Есть Колдснэп. Фиссура немножко мимо. Но Джабса это все равно не спасет. Я слышу где-то тролль здесь еще летает в ветрах. Да. Врывается у нас на С4. С4 погибает. Но это ничего страшного. Слушай, а Джабс-то в итоге выжил, я так понимаю, да? Джабс в итоге вышел. Нашел хосту. И пытается сейчас спастись. Подрубает миспов и лечится. Будет пытаться крипски пить, наверное. Ему надо не позволить игрокам OG заходить на хайграунд. Убивает клона Арквардена. Получают денежки. Нет, нашли Джабса. Добегал. Сейчас Абереза добегалась. Да, к сожалению, забирает нас Энчантрас. Отправляю в таверну Джабса. Ну что, 17-тысячный Творса. Преимущество за команды OG уже. Неплохо. Но пока что не идут доносить. Интересный поставил Vision с 16. Прямо на центре воткнул. Сразу в флайз забрал. Страшно смотреть на то, что делает Ана, конечно же, со своими оппонентами. Я на самом деле жду рефрешера от Ана. И хочу рэмпатить в этой игре. Настолько у него тут все хорошо. Настолько у него здесь все прекрасно. Ну, он же ничего не боится. Он просто идет уже против всей команды, практически их развлекая здесь на базе, на их, опять же. Когда, если не сейчас, скажем так, делать рэмпатч на инвокере только такой вот и в идеальной игре, это можно сделать. Ну что, иллюзии свои летит на тейл на топ. Начинается активный пуш от команды OG. В дефе пока что Black. В миде также на сплит пушится все. Вот, например, Джеркса можно найти. Сейчас подходит XY, вгрызается в пуджа. Пудж заталкивает себя, развлекает. В это время Нотейл просто ломает Т3. В очередной раз непонятно, что делают Фестлис. Их тут просто байтят на себя OG, как хотят. Ну, в прямом смысле разводят. В это время XY прожимает БКБ в погоне за Анны. Анна просто уходит в Гост Волк. Продолжается здесь погоня за Нотейл. Ману Тейл, кстати, это оригинал. На развороте, на тролля. А Вижен есть на тролля? Пока что нет. Фестлис смогут кого-то убить, только если Хуком попадает в Клокер. Так, в миде. Пытались подцепить БЛЭК, и немножко неудачная фиссура была. Хук мимо. Да, а вот у OG комбинаций убийственных огромное количество. Если кого-то хукает Пажик, если в кого-то летит фиссура, если на кого-то нападает Нотейл. То есть, уже позволяет OG так доминировать на карте. Они зажимают своего соперника. Если где-то есть два героя OG, то там уже опасно находиться не только ЦМ, но и Шеду Финду. Потому что его могут убить. Ну или заставить поражать БКБ. Через поле ломают сейчас Т-3 вышку по центру. Игроки команды OG вгрызаются. На топе проблемы. Проблему у Клокверка. Клокверка в очередной раз нашли. Хук неточный. Но Клокверка, возможно, не отпустит. Хотя пока что живет на развороте. Врывается в С4. С4 за фокус судьбы. Да, С4 погибает. Здесь у нас тролль. В БКБ. Пошли големы. Еще один хук мимо. Есть здесь торнадо. БКБ заканчивается. Есть архивал. Тролль очень медленно бегает. В очередной раз мимо хук залетает. Есть колд снэп. XY. XY должен погибать. Минус XY. Превосходит богов уже у нас Анна. Теперь нужно оступать как-то фейслис. И пытаться выигрывать время. Потому что байбэка у тролля нет. Натс в глиммере. Ничего не может сделать. Падает у нас. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.